Субтитры создавал DimaTorzok Начнем мы с таких сексуально обусловленных явлений, связанных с сексуальной жизнью человека, как, скажем, проституция, обсуждать секс-продукцию, находясь в главной штаб-квартире. Наверное, смысла нет, но если будут вопросы, ради Бога. Обсуждать новые явления можно в виде вопросов, потому что новые явления появились действительно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Время, хотя нечто подобное встречалось и исторически. Но все-таки основные явления – это все же различия между эротикой и порнографией, которые крайне сложны. И в XX веке, и в XIX, и сегодня попытки провести жесткие критерии, они как бы обречены на неуспех, иначе не о чем было бы говорить. Потому как при наличии четких критериев все предельно ясно, это ясно людям, это ясно каким-то контролирующим, это ясно тем, кто пытается организовать подобный бизнес, и нет как бы проблем. Итак, мы будем говорить, в чем основные трудности. Но начнем все же скорее с проституции. Вот есть любопытная такая история, что когда у нас настали новейшие времена после окончания советского периода, сразу же, почти сразу, резко обозначилась вот эта тема проституции. И я сейчас вспоминаю, что то ли в 1994, то ли в 1995 году газета «Комсомольская правда», которая на то время еще имела какие-то сотни тысяч, если не миллионы тиражей, по ее инициативе, то есть была влиятельной вообще, по ее инициативе был круглый стол организован, в котором я принимал участие, и были очень представительные, как бы, участники этого круглого стола, ну, в частности, скажем, были представители власти на уровне замминистра. Был замминистра образования, замминистра здравоохранения, замминистра внутренних дел. Был представитель прокуратуры высшей прокуратуры России в Москве, да? То есть вроде бы было очень представительное, и круглый стол состоял в попытке, круглый стол смысл был в том, чтобы попытаться решить, что делать с проститацией. Еще раз говорю, я не помню, это был в 1994 или в 1995 год. Соответственно, это было 20 лет. Я вас уверяю, что с периодичностью в 2-3 года так же меня куда-то приглашают, и так же стоит все, тот же вопрос, что делать с проституцией. То есть говорильня бесконечная, не делается ничего. А что, собственно, с ней делать? Мы это чуть позже основные подходы разберем. Но следует понимать, что проституция, с одной стороны, вы прекрасно знаете это выражение, самая древняя профессия и всякое такое, да? Она действительно известна с какой-то сидейшей старины, но насчет того, что это самая древняя профессия, это болтовняка. Это клише, это просто ворот речи. Проституция в сегодняшнем понимании этого слова возникла гораздо позже, нежели такие специальности, как врач, строитель, даже звездочет и всякое такое. Значит, вообще проституция имела несколько таких основных шагов в своем развитии. И самая первая проституция, хотя сегодня меня можно поймать за язык, а проституция ли это? Потому что никакого вознаграждения не было. Это так называемая проституция гостеприимства, которая свойственна первобытно общинному струю, когда вот это сверхуважение к гостю, а на самом деле не сверхуважение, а попытка его блокировать в плане агрессии, задобрить, когда ему выдавалась жена, дочь, мать, кто угодно. По факту гостевания. А исторически в паре таких серьезных фундаментальных трудов это описывается как проституция гостеприимства. Но забегая вперед, проституция в сегодняшнем понимании – это явление, которое без экономики вообще не рассматривается. Поэтому это какая-то предтеча проституции, но это не проституция. Другое дело, что выдавалась женщина, и не только ее тело, но как живой человек и личность в пользование, без на то ее не только спроса, но желания, нежелания. Это была традиция, и она не обсуждалась. Второй из таких предтеч, если так можно сказать, была так называемая храмовая проституция. Здесь уже появляются деньги, и вроде бы как бы слово проституция в сегодняшнем понимании больше к этому относится. Однако, тоже не совсем так. Почему? Потому что это один из парадоксов, когда в храмах многих это связано с культами Мелиты, Вавилон, отсюда Вавилонская гнедница, понятие, которое мы не слышали. Да, некоторые женщины обслуживали любого зашедшего в храм, но деньги сдавались в казну храма. То есть, со стороны женщин, это была достаточно странная деятельность, но сегодня бы сказали благотворительность. Только она не свои деньги отдавала, а те деньги, которые мы получили за предоставление сексуальных услуг. Храмовая проституция была очень распространена, и определенное время это была просто сопровождающая часть жизни любого крупного храма до появления монотеистических религий. А почему женщины будут? Сейчас, давайте вопросы в конце. До появления монотеистических религий, до появления иудаизма, потом, соответственно, христианства, и потом, соответственно, исламы. Значит, и вот только где-то, условно говоря, с пятого века до нашей эры появляется проституция в сегодняшнем смысле этого слова, когда предоставляется сексуальная услуга за деньги или за какие-то иные материальные блага. Проституция, вот эта коммерческая, так называемая, вот которую сегодня все только и понимают, и действительно смысл ее в обязательной коммерческой составляющей, она появилась не сама по себе. Это очень любопытно, но это был такой древнегреческий правитель Солон, и он издал указ о том, что на территории Древней Греции должны быть созданы специальные помещения, диктрионы. Это как бы прообраз публичных домов. Женщина должна, именно в этих домах заниматься тем, о чем мы знаем, и часть денег забирать себе, и часть денег отдавать в казну. Солон правитель, как мы знаем, Веспасиан в свое время вводил налог на нужники, отсюда деньги не пахнут. И также это определенный налог. Пополнение казны за счет того, что все то, что как-то где-то появлялось, строго зарегулировалось. Поэтому начало проституции в сегодняшнем понимании, это V век до н.э., начало ее фактически связано с указом определенного правительства. Проституция с того времени, а это в общем две с половиной тысячи лет, в принципе имела место в любом государстве, в любое время. Не было ни единого государства, где бы этого явления не существовало. Другое дело, что в определенные времена и в определенных географических точках это было реже, чаще, но это было всегда. А вот теперь возвращаемся к тому, что нас больше интересует живущих в России в 21 веке. В советский период была проституция? Конечно, была. Безусловно. Только это тщательнейшим образом маскировалось. вдоль трассы не стояли, но она была. Конечно, в гораздо меньших масштабах. Значит, и вот появляется новое время и появляется все то, что мы видим сегодня. Это стоящие вдоль трассы, это какие-то бани, это какие-то салоны, это все то, что связано фактически с публичным домом, но так не называется. Так вот, в этом 94-м или 95-м году я помню, что я предлагал то, что, ну, не только я, есть достаточное количество людей, которые со мной солидарны, но подавляющее большинство считает, что это безумие. Вот такое безумие мы можем с вами обсудить. А именно? Я вот предлагал то, что 20 лет, продолжаю это предлагать, конечно, этого в ближайшее время не будет. А что именно? Вот на том круглом столе, где много было пафосных каких-то речей, какой-то ужас, надо с этим бороться, как там что-то, значит, я и тогда считал, и сейчас считаю, по отношению к проституции, есть три возможных... Во-первых, до анализа трех путей решения. Это, безусловно, глубокая проблема. В том, что у нас сейчас существует, это тяжелое и на 99% отрицательное. Почему? Потому что нецерилизованная проституция связана с тем, что, во-первых, эти сотни тысяч, а у нас сегодня в стране занимают проституции сотни тысяч, а может быть и больше, но никакого даже подобия статистики нет. Это, в принципе, средневековековые рабыни, которые подвергаются насилию, которые подсаживаются на наркотики, которые, в общем, свою жизнь разрывают на куски. Все они начинают с этих сказок, что у меня ребенок, вот я заработаю денег, потом я это брошу. Редко кто из этого вылезает. Это чаще деградированные наркоманки, это первое. Второе. Клиенты. Вероятность получения инфекции вплоть до ВИЧ-инфекции страшнейшей очень высокая. Почему? Потому что нет никакого контроля. И это какая-нибудь датская проститутка ни за что не пойдет на контакт без презерватива. А наша измученная какая-то девочка несчастная, да еще, может, одуренная чем-то, да за лишние 200 долларов она этот презерватив проглотит просто с удовольствием и прочее. То есть, санитарная опасность среди проституток у нас, в России, очень высока. Значит, ну не будем говорить о том, что это миллиарды, проплывающие мимо бюджета и кормящие кого в основном? Организаторов и крышующих. Кто крышует, сегодня известно самому непосвященному человеку. Если когда-то это были какие-то мощные бомбийские попировки, сегодня это крышевание осуществляется кем? Конечно, полицией и крупными чиновниками, которые, как бы, организовывают довольно разветвленную систему. Значит, какие три варианта? Вот, вкратце, я просто повторяю то, что говорилось 20 лет назад и то, что по этой теме я всегда и повторяю, потому что мы с вами потом можем все это обсудить, но пока я четвертого варианта какого-то вразумительного не слышу. На мой взгляд, есть три варианта подхода к проблеме проституции. Вариант номер один. Очень близкий духу нашего среднего обывателя. А именно, давайте жесточайшим образом увеличим ответственность. Проститутку сажать на 15 лет, организаторов расстреливать прямо во дворе этой бани или еще чего. Значит, любой юрист говорит нереально, невозможно. Понятно. То есть, ужесточение ответственности, во-первых, вряд ли оно что-то решает, но предположим, что ужесточение решило проблему. Но оно и невозможно. Все. Первый путь блокирует. Второй путь легализация проституции. Сейчас постараюсь объяснить, что это такое. И, наконец, третий путь оставить все как есть. Но вот на том круглом столе я спрашиваю всех представителей верностей и прочее, зачем мы здесь собрались. Значит, никого, ни педагогов, ни власть, ни налоговых, ни прокуратуру, ни здравоохранения, ни внутренних дел не устраивает ситуация, как есть, тогда что? Остается только два пути. или жесточайшее усиление ответственности, которое невозможно. Значит, или легализация. И вот здесь, как всегда, дьявол в деталях. Когда говоришь легализация, очень многие и даже иногда вполне разумные и образованные люди говорят, вы же с ума сошли, что ли? То есть, вы как бы за проституцию? То есть, как бы у нас будет в стране врач, ткачиха, дворник, проститутка, прям ряд профессий, что ли? Послушайте, значит, легализация совсем не значит позитивного отношения к данному явлению. Что значит легализация? Тем более, хоть сегодня раздувается истерика, какой Запад страшный и прочее, но они прошли этот путь. И на всякий случай в Дании, которая является самой такой, даже может быть действительно с некоторым перегибом страной, где разрешена и порнография, и проституция во всех видах. Только как сейчас мы увидим? В этой Дании количество сексуальных преступлений самое низкое в мире, количество сексуального насилия самое низкое в мире, количество абортов самое низкое в мире, и более того, оказывается, производство порнографии у них на 90% идет на экспорт, а в самой Дании желающих менять порнопродукцию снизилось. Вот один из парадоксов. И это никакой не парадокс, это естественное явление. Значит, что значит легализация? Легализация значит выдача определенного сертификата, а для этого надо действительно принять, что есть сертификат у медработника, есть сертификат у торгового работника, и будет сертификат у секс-работницы или секс-работника. Все-таки 90% проституции это женская история. А что это значит? А это значит только одно, что в определенных местах сертификатом, то есть под освещением эта история происходит, но она под налоговым контролем. Там же крышевание происходит в темноте всегда. Невозможно прийти и сегодня крышевать булочную. А вот если наркотиками торгуют, возможно крышевать. Все то, что как бы сокрыто, то и крышуется. Так вот, значит налоговый контроль, обязательные санитарные книжки и обязательный медицинский контроль, как было в царской России, между прочим. Дальше. Девочки эти все равно, которые, на мой взгляд, выбрали тяжелейший и отрицательный путь. Но еще раз говорю, мы же знаем, что на рынке если есть спрос, значит всегда будет предложение. Это идет подконтрольно, значит уходит понятие субботников, этих всяких каких-то майоров, лейтенантов, которые там чего-то. Мы же все знаем, что именно так происходит. И в то же время это приводит к уголовной ответственности за занятие подобного рода деятельностью без лицензии. Убирается уличная, дворовая и вдоль трасс вот эти безумные уже ничего не соображающие стоящие. только такой возможен путь. Бессмысленно пока это не решается, потому что легализация значит типа мы это принимаем. Отлично. Мы это не принимаем, как сейчас. Ну все происходит по-старому. То есть деньги текут в карманы преступников, значит сами проститутки бесправные, которых можно как угодно в любой момент, клиент наоборот рискует своим здоровьем и всякое такое. Сейчас есть попытка давайте клиентов будем наказывать. Ну есть такие истории. Ну и что? Это что исчезнет? Нет. Потому что всегда есть первое. Есть люди, которые не могут верить в себя и в свои силы всякие психологические, эмоциональные, духовные, сексуальные силы. И им проще купить то, что они хотят, нежели добиться от кого-то за счет симпатии, романа, кратковременной, длительной связи. Они есть эти люди. Это раз. Второе. Есть инвалиды и уроды. Мы не должны об этом забывать. Вот их здесь нет в этом зале, но они присутствуют в жизни. И они зачастую имеют только единственную возможность иметь сексуальное какое-то изоткажение в виде платной. Третье. Есть всякие командировочные и всякие приезжие и всякие те, у которых происходит вынужденное отсутствие сексуальной жизни. То есть вообще есть группа людей, которые перед проституткой не стесняются в каких-то своих особенностях. А перед любой другой женщиной, будь то жена или даже временная подружка, стесняются. То есть я навскидку назвал несколько категорий, которые всегда будут на этом рынке готовы к подобного рода услугам. Поэтому будет у них ответственность, у клиентов. Они все равно этим будут заниматься. только условно говоря оплата повысится, если это будет сложнее, а не так, как сейчас при любой сауне, любой администратор скажет, кого вам вызвать, 10, 20, 100, и прочее. Значит, на мой взгляд, по отношению к проституции выход только один. Это легализация, которая не значит, что государство и общество поощряет это явление, но оно открывает глаза, а не лицемерно типа этого явления вообще как бы нет. Только оно ширится и ширится. Более того, возникают такие вещи, которые на тех же круглых столах обсуждаются. Это не так тоже просто. А вот кто такая проститутка? Кто она такая? В определениях они есть в комментариях к Илубному кодексу, что якобы это систематическое занятие неоднократно? Что такое систематическое? Приводился пример, который больше всего говорит о так называемой нравственности общества, чем что-либо. Проститутка или нет, та девочка, которая учится в институте, родители уже не могут ей особенно помогать, она стоит перед выбором либо бросить, а тем более у нас почти все сейчас платное, либо и остается пара курсов и да, мы знаем такие случаи, она идет занимается проституцией, чтобы набрать там условно говоря тысячу долларов, набирает ее и прекращает. До следующей сессии. Где систематичность почти профессиональная? Вопрос. Проститутка она? Да, но получается какая-то периодическая проститутка. Что это значит? Проститутка ли та, которая продается экскорт услуг? Ну это как бы высший класс. Она себя продает раз в год за мощное содержание. Ей снимается квартира, ее берут с собой во всякие там отпуска, какой-нибудь там папик состоятельный. Потом, скажем, уходит потребность по его рекомендации, она передается другому и прочее. И в итоге можно сказать, что к 30 годам у нее было там 7 мужчин. но только все по содержанию. Так это проститутка или нет? Тоже большой вопрос. Не говоря уже о том, что многие любят ломать голову, а вот женщина, которая один раз вышла замуж, исходя из сугубо материальных соображений, она его не любит и не желает, но у него очень много денег. Подумаешь, один раз совершила, но только ради денег. Конечно, по большому счету, это не проститутка. Проституция это род занятий. А тут одно решение. Но вы понимаете, какая зыбкая сфера, где оказывается и очень трудно понять, кто такая проститутка. Хотя каждый употребляет это слово и каждому кажется, что он все знает, о чем речь. Значит, это проституция. по окончании первой части моего материала мы будем обсуждать, у вас какие-то уже были вопросы. И теперь второй основной вопрос, который мы обсудим, и дальше перейдем к общению, учитывая то, что это последняя наша встреча в этом цикле. Эротика и порнография. Что есть порнография, что есть эротика? Еще более запутанный вопрос. Опять же, порнография так называемая, потому что сейчас мы перейдем к тому, как это определить. Она тоже была всегда. И вообще, как бы, даже сам термин говорит, что что-то описывается графиком. Мы прекрасно знаем, что такое Камасутра. Но до Камасутры, которой всего полторы тысячи лет, были такие храмы, как Анангаранга, где все барельефы состояли из изображения конкретных сексуальных актов, оральных, анальных, вагинальных, гетеросексуальных, гомосексуальных, с животными, даже с детьми. Это порнография по-формальному, да, там полный контакт гениталий, на этом сосредоточено внимание, но тут почему-то, так как это отстоит от нас на тысячелетие, а нет, это как бы факт искусства. В Русском музее и в Эрмитаже есть очень мощные, я бы вы слышали, запасники, то есть те произведения искусства, которые в силу тех или иных обстоятельств почти не выставляются для обозрения кубники. И в частности очень много картин, которые как бы требуют вот этой экспертизы, порнография это или нет. А такие имена, как скажем, Кустодии, это же великий художник. Очень много западных художников. Так что есть? То есть получается так, если Петя Иванов нарисовал на заборе, то это порнография. А ровно тоже с большим мастерством нарисовал художника, как кустовик, это уже предмет искусства. Именно так получается. И самое это смешное, что вот этой сложностью с одной стороны пользуются проверяющие, скажем, милиции и всякие вот эти чиновники. Конечно, они мотивированы никакой ненравственностью, а только желанием прижать и получить с этого личный навар в виде взятки или в виде палки в своих заслугах. Потому что бегать с пистолетом за преступником это сложно. А вот прийти сюда в секшоп быстренько, посмотреть, голая задница, все. Я лично считаю, что это порнография. Мы сейчас парализуем работу, а потом экспертиза, то все. Наверное, и вернем, но я проявляю большое рвение. Начальник скажет, ты молодец, все. Но с другой стороны, это конечно этим провальчиком пользуются недобросовестные производители. Вы знаете, что причем к сожалению это пользовалось с очень большим успехом. К сожалению, заранее могу сказать, те, кто ходил на все наши встречи, в человеке очень много животного, очень много. И вся культура как раз и является собой попытку это облагородить, в чем-то сдержать и вообще не нужны были бы законы, если бы человек был такой ангельский и беленький. Так вот, во время страшной междоусобицы и гражданской войны в Югославии были диск, кассеты, диски, когда были сняты факты реального изнасиления. И это пользовалось очень большим спросом за большие деньги. Когда это реально и когда это насилие. Или, скажем, производители детской порнографии. Мы же понимаем, что это все-таки мягко говоря не годится. или съемки реального полового акта с разлагающимся трупом. Мы же понимаем, что вроде бы как бы ну а что трупу от этого не горячо не жарко, но мы же понимаем, что это все-таки за какой-то гранией. То есть со всех сторон необходимы какие-то критерии. Эти критерии они, как мы увидели, очень спорные. Вот, скажем, Соединенные Штаты. У них хороший опыт. У них сначала был такой критерий erection and penetration. И все. Есть эрекция, и фотография. Четко, ясно, отлично. Опять же, а как быть с художниками? А как быть с необходимостью учебных фильмов для, предположим, взрослых людей, которые нуждаются в сексуальном просвещении в силу какой-то дремучести отсталости. Тогда они вышли из этого путем введения понятия непристойности. В общем, некоторая логика в этом есть. Когда некоторые вещи оцениваются не потому, что происходит, а потому, что непристойно. Вот не принято. Ну, типа там высморкаться на ботинке товарища преступление или нет? Вряд ли это преступление. А это как бы нормально. и так и будем жить? Нет. Это непристойно. Это неприлично. Но это Соединенные Штаты. В Европе несколько подходов. И все они зачастую противоречат другу. Вплоть до попыток вообще убрать понятие порнографии. Но еще раз говорю, то, что мы с вами говорили, с детьми. Возможно, если убрано понятие, тогда как? Нет, тогда это надо проводить как некие насильственные действия с детьми. А как насильственные? Есть понятие растления, когда ребенок радостно даже идет на такие действия, потому что его растлили. путаница колоссальная. Значит, эротическое обязательно присутствует в жизни конкретного человека, просто внутри него. И также вокруг мы говорили об рельефах, кама-сутра, художнике, знаменитый художник Берцлей, наш Кустодиев. Многие знают, что порнографические рассказы тихаря в стол писал Толстой, есть очень спорные стихи Пушкина, есть Барков, который, наверное, вы слышали, просто мастер этого детальнейшего и как бы полукриминального описания всего, что происходит, и так далее. Как же с этим вы? И вот есть попытка разделить эротическое, которое не подпадает под закон, и порнографическое. Должен нам сказать, что опять же был опыт, и опыт очень хороший, нам уже был, это было при Собчаке придумано, погоржусь, что двумя людьми, один из которых я, это при правительстве как бы для пышности, чтобы к нам прислушивались, была создана комиссия по оценке продукции эротического характера. Под понятием продукции эротического характера предполагались книги, и зрелища, и товары, и действия. Комиссия состояла из целой группы экспертов, где были лучшие наши писатели, искусствоведы, сексологи, психологи, педагоги. Прекрасно работала. Более того, это было при Сорчите, это было при Яковлеве, а когда пришла Валентин Ивановна Матвеевка, ну, ей так подан одна из ее близких, так скажем, и вице-губернаторов, подала, что это маразм и кошмар, и все это прихлопнулось. За те годы, что эта комиссия существовала, был накоплен уникальный опыт, в Петербурге действительно, с одной стороны, старик, который гуляет с внучкой по-невскому, был избавлен от того, чтобы не наткнуться на журнал, где в полной, так сказать, полной красоте были раскорячены позы. Кто-то помнит, в 90-х годах так и было. А с другой стороны, человек, который хотел, мог пользоваться секс-шопом, просмотром эротических фильмов и так далее. То есть, речь шла не о том, что все разрешить или наоборот все запретить. Речь шла о регулировке. А каким принципом была регулировка? Да, кстати, надо сказать, что была попытка Москвы, но ничем не закончилась. К нам приезжали многие зарубежные представители из той же скандинавии были поражены ничего себе, как вот, даже у нас, это логично, это замечательно, ну, все лопнуло. Значит, в чем суть? Мы предлагали любую продукцию зрительную в виде текста, в виде происходящего, всяких там стрип-клубов и прочим-прочим, делить на три категории. первое понятие мягкая эротика. Что значит мягкая эротика? Есть элементы обнажения, могут быть элементы эротического взаимодействия мужчины и женщины, но никаких гениталий нет, никаких нет деталей полового акта. Ну, обнаженная натура, условно говоря, или два силуэля, подобного рода продукция могла быть везде, где угодно. Потому что, честно говоря, мы немножко сошли с ума, если мы думаем, что если мальчик в 10 лет увидит обнаженную женскую грудь, то он сойдет с ума. Если это красиво и нормально, почему он должен сходить с ума? Это естественная вещь. Совершенно, да? Хорошо, это вторая как бы категория. Что такое властей? Это значит, что там есть и гениталии, и реальные, и детальные изображения полового взаимодействия. Да? То, что говорили у многих обывателей, и есть провода. Но по нашим мыслям, мыслям, это же продукция этой жесткой эротики, она имеет право существовать, но только секс-шопор, этого не может быть, где-то там в доме книги, вообще не может быть, или на тревоге. Да? Допуск к этой продукции в 18 лет только в специальных местах. Понятно, да? И, наконец, третья, мы это назвали криминальная порнография. И тогда это становится более ясно. Пожалуйста, любые вещи, связанные с насилием и его изображением, любые вещи, связанные с детьми несовершеннолетними, любые вещи, связанные с животными, они беззащитны, они не могут выразить свои отношения, любые вещи, связанные с мертвецами, ибо это просто святотатство и оскорбление их памяти. Все. Криминальная пожалуйста, пройдите в суд, получите срок. Жесткая эротика, да, ни за что, ребенок или тот, кто не хочет это увидеть, это не должно быть везде, в специально ограниченных местах только допуск взрослых, у которых почему-то есть к этому потребность. И это нормальный подход, потому что, смотрите, мы здесь все без костылей, слава богу, на двоих ногах. Ну, давайте отменим все костыли. Ведь есть люди, которым это необходимо, и они продаются в специальных местах, какие-то условные костыли, да? Ну, и, конечно, третье, это вообще изображение отношений между мужчиной и женщиной и элементы обнажения, которые нормальны. Мы заигрались в этот страх, в этих всех Мизулиных, Милоновых, заигрались. В то время, как самое страшное для подрастающего поколения, это агрессия, который наш телевизор полон с утра до ночи. Вот это растлевает. А если там мелькнет обнаженный женский силуэт, я не знаю таких случаев, чтобы после этого подросток сошел с ума, стал негодяем, еще что-то. Это некое безумие, мне кажется, да? И вот подобного плана разделения, как мне кажется, могло бы накормить двух мауков, а именно тех, кто эту тему не желает, это его право. Он от нее огорожден, и наоборот, те, кто желает по этой теме, иметь какие-то знания, пользоваться этим в специально отведенных местах. Так вот, сейчас ряд критериев, которым эротика все-таки отличается от порнографии. Эротика тут есть некоторые немножко философские вопросы, но не важно. Эротика все-таки апеллирует к личности, к человеку, а порнография всегда апеллирует просто к каким-то частям. То есть, условно говоря, порнография это немножко фетишистская история. То есть, например, страшно толстые, или дико худые, дистрофические, или обязательно грудь восьмого размера, или обязательно половой член громадный. То есть, человек разбирается на части. Нет апелляции к личному. Поэтому многие и не понимают, что иногда, как я где-то в какой-то книжке писал, мизинец высунутый из-за портьеры может быть гораздо эротичнее, чем какое-то изображение голой тетки в бане. Это искусство намеков, это ассоциации. А порнография, условно говоря, это баня, морг, вот такое конкретное. эротическое искусство задачей своей не имеет сексуальное возбуждение. Это все-таки относится к искусству. А порнография задачей именно имеет сексуальное возбуждение. Поэтому и предлагается как бы порнографии на выбор в зависимости от особенностей человека. Кому-то обязательно молодые, кому-то нужно старухи, кому-то толстые, кому-то дистрофичные. Каждый выбирает для чего? Для нажатия на педаль возбуждения. Это один из самых важных принципов. Порнография служит только одной задачей. Сексуальное возбуждение. Эротика служит всем иным задачам, кроме этого. Хотя можно косвенно и получить. Замечет и остроумный писатель Станислав Ежелец написал замечательную фразу, шикарную на мозге. Если зоофил получает возбуждение, перелистывая атлас животных, является ли этот атлас порнографическим изданием? Это же проблема его, конкретно этого человека, а не какого-то произведения. порнографическое произведение, это его сверх задача. Следующее. Эротическое искусство всегда индивидуализировано. Порно всегда стандартно. Всегда. В принципе, два-три сюжета, десять деталей происходящего, и еще раз говорю, вот здесь бульметки, здесь блондинки, здесь толстые, здесь тощие, здесь старые, здесь молодые, все. Ну, еще, конечно, но очень стандартно и в принципе немецкое, датское, русское, китайское порно будет только отличаться лицом, который принадлежит той или другой расе, или какими-то выкриками на немецком или там на китайском. Вот и все. Значит, эротическое искусство все-таки апеллирует к понятию стиль, вкус и в чем-то, и понятие прекрасного, безусловно. Потому что как прекрасным может быть изображение леса, перспективы, вазы, так и прекрасным может быть изображение человеческого тела или отношение мужчины и женщины. Это не распаривается, иначе можно дойти до безумия уже, что и Джульетта и Ромео были, это отражение порнографического сюжета и всякое такое. То есть, это все-таки апелляция к нравственному в определенном смысле и прекрасному. порнография апеллирует только взаимодействию тел. Там как бы пережилания очень либо примитивные, либо вообще отсутствуют. Ну, и фактически эротическое искусство предполагает все-таки какой-то профессиональный навык. Нарисовать порно произведение может и художник, но может и совершенно обычный человек. А вот эротическое может все-таки как бы это акт творчества, так скажем. Мы прекрасно с вами знаем, что мы можем нарисовать вагину и пенис, но вряд ли мы можем нарисовать мизинец, как рисовал Рембрандт. Правда? Для этого нужно как бы иметь профессиональный дар, навык быть человеком искусства. вот такие как бы примерные критерии, которые, конечно же, к сожалению, не очень конкретны. Иначе все было бы просто. И даже та комиссия, которая работала, экспертная, тоже споров было достаточно много, пока мы не выработали эти криты. И в комиссии был очень найден идеальный тандем, когда мы это оценивали, который состоял в следующем принципе, что основные эксперты это первое искусствовед, второе сексолог. Вот это как бы основные две специальности, которые могут ответить на вопрос, это порно или это эротика. При необходимости включались подтягивания комплексной экспертизы педагогов, психологов. Но основные это как бы люди, которые занимаются профессиональным искусствоведением, то есть они знают все-таки в определенном смысле больше нас, что есть предмет искусства, а что есть предмет просто ремесла или вообще никакого отношения. И сексологи, которые соответственно занимаются всеми проявлениями сексуальной жизни. Вот это то, что я хотел в первой части изложить. и теперь готов пожалуйста и к вопросам по тому, что мы сегодня обсуждали и немножко минут на 15 больше оставил времени. Я не знаю сколько из вас были с самого начала или несколько лекций прослушали. То есть учитывая то, что мы с этой аудиторией сегодня попрощаемся по другим пожалуйста любым вопросам и кроме сегодняшнего. Пожалуйста. Лех Муисеевич. Это еще не вопрос это я вас скорее на слой вовлю. Мягкая эротика. Вы сказали никаких гениталий. Простите, что нам мягкой эротики снимать только с тыл всех что ли? И вы знаете я много лет вообще на туризм снимаю вы эту тему вообще никак не затрагиваете. У нас никаких эротик нет ни мягких ни жестких ничего но у нас все в комплекте люди плюс люди там еще с детьми в комплекте со всеми органами естественно загорающими и купающимися органами да это это куда тогда вообще но меня больше вопрос интересует именно по поводу мягкой эротики и никаких гениталей мягкая эротика кто что видит вообще я вам объясню почему понимаете вы приверженец натуризму окей я нет я видеооператор ну не вы хорошо один человек приверженец натуризму отлично и он имеет право собираться с себе подобными и загорать голыми хотя честно говоря я вам могу сказать на мой взгляд среди натуристов много проблемных людей очень совершенно видите есть потому что слушайте все говорят это единение с природой вот зачем эту одежду снял и тебе удобнее сидеть значит вот такое странное единение с природой что именно на воскресенье поехать за три часа пилить с электрички на заброшенный пляж чтобы там и потом раздеться и там походить а потом значит поехать домой удовлетворенным слушайте какой-то есть другой мотив для этого все-таки но не важно но согласитесь опять же вот я вам говорил дедушка с внучкой гуляя по Невскому имеем право чтобы в нос раскоряченные позы не совали скажите по лесу гуляет дедушка с внучкой он не хочет этого ему трудно объяснить ей почему это там бегают дяди трясут всем что трясется и всякое такое поэтому на мой взгляд это безусловно никакое не криминальное и люди имеют право на такие увлечения но должно относиться к мягкой ручке на мой взгляд чтобы это не условно говоря пляж на туристов за сестрорецком окей а вот у Петропавловки нет не окей это все-таки требует какой-то регуляции понимаете человек который занимается дома сексом нормальный человек совершенно давайте тогда на углу Невского и Владимирского так занимают ли же займемся так что это это то о чем как раз вот это все время потолкает здесь нет оценки то чем нам наше общество грешит все время одни кричат все запретить другие как бы с другой стороны безумцы все же такого не бывает это должно быть отрегулировано но отрегулировано не безумными депутатами какими-то чиновниками отрегулировано специалистами так же когда у нас с вами кран течет мы не депутата вызываем а сантехника он в этом больше понимает и в этой истории психологи психотерапевты сексологи педагоги грамотные понимают гораздо больше любого принимающего закон и прочее я в Сестробедске два года не был я коллективу говорю но тем не менее каждый год в кактебель езжу вынужден еще раз хочу сказать натуризм на мой взгляд вполне безобидная вещь люди имеют на него право если они по своему желанию голые бегают на пляже купаются но другие которым это неприятно имеют так же определенное право чтобы это было не на каждом углу и не так как на обычном пляже которые действительно везде пляжи нет это должно быть регулировано а уж кто к этому так уж стремится это дело хозяйское на мой взгляд это обманка насчет чуть-чуть единения с природой и прочее это есть какие-то потайные пружинки может быть тайная склонность к экспедиционизму может быть тайная склонность к визионизму порассматриваю но это опять же мы все состоим из целого ряда комплексов вопрос только как бы нарушают они закон или нет мешают они другим людям или нет поэтому то что я говорю что у них есть другие мотивы это не значит что они там очень плохие и опасные и прочее у них эти комплексы у нас другие комплексы так люди устроены поэтому все и регулируется любви сечу вы не ответили вот на вопросик по поводу именно мягкой эротики не по поводу натуризма даже мы перешли к натуризму вы сказали никаких гениталий что у мягкой эротики тогда вообще простите все со спины только нет никаких а речь идет о их контакте или демонстрации возбуждения конечно конечно потому что то иначе тогда нам надо музеи все закрыть что что по факту несколько безумных депутатов почти уже говорят это это даже в советское время такого не было что вот дети придут увидят геракла а у него гениталии и все они нравственно сгниют превратятся сразу в пятую колонну ну что делать но сегодня такое время когда очень многие которые должны быть в психиатрических отделениях не только на свободе но и диктуют кое-что девушки свой целый соображение запутывают вы просите не вопрос дома давайте другим немножко за это все это есть порно на наш взгляд еще такой вот художества на взгляд вот опять пился вы этих депутатов сейчас был бы кто-то здесь он и сказал что я вас развращаю Потому что там, где, грубо говоря, пенис входит в вагину, конечно, это порнография, это надо запретить, забить гвоздями, всяких бредов. Вот тут, по нашему представлению, это была жесткая эротика. Мы специально это назвали жесткая эротика, потому что слово порнография, но в голове у многих людей уже это что-то криминальное. Это жесткая эротика, которая только в специально отведенных местах и только для взрослых людей, которые к этому испытывают в силу чего-то необходимости. Ну а если там какие-то фетиши, как вы сказали, это же уже не жесткая эротика, а это прямо... Например, вот фетиш цвет волос, там только блондинки, поэтому это преступление. Ну вы перечислили, например, там сверхполные люди, пожилых не будем брать. Ну да, я не знаю, геи, групповой секс, лесбиянки, это же уже не жесткая эротика, а порнография. Нет, на наш взгляд, это жесткая эротика. Кто вам сказал, что геи – это преступление? Не Лунов. Вот это, вот Лунов вам сказал, вот не Лунов, пожалуйста. Геи были всегда во всех эпохах, во всех их от 4 до 10 процентов, слабые точные церкви, потому что статистику очень трудно собрать. Ну вот такие люди, и что? И групповой секс, и что? А вы меня плохо слушали. Мы выделили критерии и специально назвали это криминальной порнографией. То есть за это действительно должна быть уголовная ответственность. Повторяю, это все виды насилия. Хоть геев, хоть гетеро, хоть лесбия, хоть в группе, хоть индивидуально. Насилие – это само по себе ужасающая вещь и преступление. Второе – дети, безусловно. Третье – животные. Четвертое – мертвые. Все остальное. Послушайте, а вдруг вы лесбиянка? Ничего страшного, кстати, и что? И нельзя вам смотреть, как женщины ласкаются, целуются? Это преступно? Нет. Ну так в чем вопрос? Да, это элементы бывают фетиши. Когда вот именно есть человек, который охотится за продукцией, где именно у женщин, естественно, набитое силиконом, грудь больше, чем три головы. Да, он с большими странностями и особенностями. Да, возможно, он даже на грани нормы и патологии. Но он же не преступник. А вот если он охотится за продукцией, где насилуют, режут, реально, преступники. И дети. Вот выделены критерии. Криминальное – то, за что должно быть по закону наказания. Жесткое – то, чего почему-то Иванову надо, а Петрову – это даже противно. Поэтому в специально отведенных местах только для взрослых. И, наконец, мягкая эротика, ну, тело. Слушайте, во время античного еще 2000 лет назад под Древней Грецией атлеты голыми разгуливали. И все обсуждали красоту их тел. То есть, может быть, тогда выделили... И что? Звичайшая культура была? Ну, четыре, да. Там у меня мягкая эротика, жесткая эротика. И криминальная эротика. И криминальная эротика. Скоро, будь в отогребе. В чем тогда, на ваш взгляд, отличие мягкого порно от жесткой эротики? Вот, возле этого вопроса. Так у него нет никакого мягкого порно. Вы же придумали сейчас это? Нет, нет. Его нет. Вы же понимали, что эротика в любом случае относится к искусству. Даже из наверняка. Это методология, это взгляд. А это три придуманные категории, которые, еще раз говорю, они же предусматривают отношения обывателя, для которых порнография – это уже как бы, ну, всегда преступно. Поэтому введено понятие жесткая эротика. Можно сказать, что это мягкое, но мы будем в терминах крутиться. Вот есть три группы, на наш взгляд, это логично. На наш взгляд, хотя бы. Может быть, вы считаете, что все это не так, но тогда аргумент. Пожалуйста. То есть, вот вы хотели, там была комиссия создана, потом на этой логичности, а сейчас есть какое-то новое регулирующее? Нет, нет, нет. И даже нет покупок там что-то подобное? Нет. Сейчас происходит так, как и было до этой комиссии, которая вот ряд ли существовала. Сейчас происходит следующее. Вот там сидит представитель, представитель заведения геометрии, то есть, предположим, приходит кто-то из контролирующих органов, скажем, милиция, и изымает что-то. Он просто считает, что это так. После этого начинается борьба, когда идет экспертиза со стороны обвинения, потом экспертиза со стороны защиты, иногда это в суде, вот так вот. А тогда, когда существовала эта комиссия, это было, почему это было нормально? Потому что даже бизнесмены, задача которых фактически прибыль, если можно чуть тише там, ребята, господа, если можно чуть тише, потому что как бы две лекции в одном помещении трудновато. Значит, в чем суд? Что даже бизнесмены, которым вроде бы задача прибыль и у производства, там, кассетца, товаров, ну и вообще, да, где мы находимся, да? Они были только за. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что даже для человека, у которого задача заработать, он все-таки хочет играть по каким-то правилам. И он точно знает, вот это можно, а это нельзя. Он не хочет зависеть от майора полиции, который зашел и начинает его раскручивать. Потому что этот майор считает, что раз голая женская группа, то уже проблема. Так он считает. А так у него есть заключение. Причем эта комиссия, если заключения наши были рекомендательного характера, потому что по закону мы не имеем права сказать, это выбросить, а это не сметь никогда трогать. Но, там-то и хитрость была некая, комиссия-то была при правительстве. И на таком бланке заключения для 99% радостных лейтенантов, майоров, инспекторов, налоговых, кого угодно, это было значимо. А, у вас есть все, да. А, это можно, да. А, вот это нельзя, так вот тогда в суд. Если, значит, там дети, насилие и прочее. Прекрасно работал. И дальше бы работало. Я говорю, попыток возобновления нет? Нет. Не то. Какое вы заявляете, что надо убрать из школьной программы Чехова и Бунина, потому что там описана любовь, а надо туда батюшку с Кадила? Свободная любовь. Папа с Кадилом в школу вместо Чехова и Бунина. Как раз самое время сейчас проиграть. Ну что, это общество должно переболеть. Вот снова сейчас. Вопрос, можете? Да, пожалуйста. Вот вы сказали, геи – это, в общем, нормально, да? А вот транссексуалы, что это за явление? Транссексуалы – это одно из самых загадочных явлений вообще, даже с точки зрения специалистов. Транссексуализм – это стойкая, не поддающаяся коррекции уверенность человека в принадлежности к другому биологическому полу. До 1973 года все было более-менее во всем мире, как бы спокойно для специалистов. Почему? Потому что их расценивали как душевно-больдыхов. Один считает себя марсианином, второй считает себя наполеоном, третий считает, что он чайник, четвертый считает, будучи мужчиной, что он женщина. Ну, что делать? Ну, душевно-больдые люди. Все. В 1973 году американское громадное исследование показало, что истинные транссексуалы в определенном критерии совершенно психически здоровы не будут. Это не бред. Это особая форма психосексуального развития. Отчего, почему, точных пока нет на этот счет рассуждений будут в дальнейшем. Потому что уже какие-то есть вещи, я, кажется, уже вам говорил, что, как ни странно, гормоны у транссексуалов... Тот, кто рожден мужчиной, естественно, они мужские. Тот, кто рожден женщиной, естественно, они женские. А вот график их выделения кривые, они различные, мужчин и женщин, зачастую перепутан. Так что, возможно, какие-то есть очень тонкие, странные нарушения, но пока их зафиксировать не удается. Это очень странно, понять это очень сложно, даже для специалиста, когда совершенно, скажем, благополучный молодой человек готов с последней деньги собрать, идти на тяжелейшие хирургические операции, переделывать все документы, подвергаться, понятно, да, каким реакциям со стороны близких, если жил-был Иванов Петя, и вдруг 22 года он стал Иванов Катя. Но если им не делать хирургическую коррекцию, истинные транссексуалы, их жизнь – это невозможная вещь. Невозможная. Они не могут. Это их страсть, мечта и прочее. Что значит истинные транссексуалы? Конечно, для этого и нужны, поэтому крайне необходимы специалисты. Потому что иногда это бывает проявлением вреда, действительно. Просто у человека психическое заболевание, и так же, как ему кажется, что он заслан сюда с Марса, так ему и кажется, что он другого пола. Это бывает, как ни странно, элемент субкультурной моды у подростков, которые готовы в себе отвеситься какими-то всеми этими штуками и прочее, прочее. Короче, есть специальная комиссия, которая решает, если это истинный транссексуалин, психиатров, это сначала смена паспортного пола, хотя многие, наоборот, чиновники требуют смену сначала хирургическую, потому что паспорт по факту выдается. Это очень странная история, которая, кстати, имеет тенденцию к росту. Гомосексуалы не имеют. Их сколько есть, столько и есть. А здесь, да, у них нет. Есть транссексуалы и есть трансвеститы. Это разные вещи. Это разные вещи. Транссексуал считает себя лицом другого пола. И хочет сделать всё, чтобы, кроме говоря, он хочет привести тело в соответствии к душе. А трансвестит – это человек, который испытывает сексуальное возбуждение и сексуальную иногда и разрядку, принимая на время вид противоположного пола. Им не нужны переделки, хирургические операции, гормоны до конца жизни. Им нужна… Вот у меня был один такой вот, женат. Никто об этом даже не знал. Жена, ребёнок – всё нормально. Только периодически у него всегда на любой работе какие-то местные командировки он исчезает раз в месяц на весь день. Оказывается, у него там сарайчик где-то тайный, сундучок. И там макияж, косметика, кофточки, трусики, платьица. И вот раз в месяц он переодевается полностью в женщину, бродит по городу, испытывает дикое удовлетворение, когда к нему обращаются как к женщине. А потом мастурбация заканчивает эту историю, и это день его, день счастья. Просто истинного счастья. Никто не знал из его жён второй брак. Пока один раз его, например, там цыгане какие-то рядом, облава милиции, его схватили. Документов нет, был разоблачён, катастрофа в семье и так далее. Вот это трансвести. Периодическое принятие внешности другого пола, которое очень сексуально возбуждено. А транссексуалу нужно, у него ненависть к своему телу. Некоторые даже кастрируют себя мужчиной. Женщины грудь себе отрезают. На высоте тогда эмоциональное полное неприятие себя. Причём это трудно понять, это душевно здоровые люди, как было бы выяснилось. Ну, это... В сексологии много странностей и удивительных вещей, но я думаю, что это время. Через какое-то время это, безусловно, будет решено. Так же, как многие вещи, вверх-назад, казались удивительными и странными, и сегодня они понятны. На сегодняшний день это немножко загадочнее. Решено в каком смысле? В каком смысле? Понятно. Ну, с теми же гомосексуалами. Ну, то, что понятно. То, что раньше казалось тоже одержимостью, странностью и всякое такое. Пожалуйста. Дода. Скажите, пожалуйста, вы привели пример Югославии, когда было популярно видео «Носилие». По каким причинам, от чего? То есть, это девиация, да? Да, почему? По каким причинам это? Да, почему популярно становится, особенно вот в такие времена в определенные. То есть, это же психологическая девиация? Значит, смотрите. Первым на это обратил внимание из серьезных исследователей, конечно, Зигмун Фауэлл. В чем идет и речь? Речь идет о том, что я, конечно, упрощая, говорю следующее, с чем не согласиться трудно. Человек жил в состоянии дикости десятки тысяч лет. Сейчас есть предположение, что сотки. Вроде бы человеку современному, который отсепарировался от неандертальцев, где-то 400-500 тысяч лет. Кстати, с неандертальцами вступали в сексуальные контакты, поэтому у нас примерно 2% генов от неандертальцев. Так вот, период дикости состоял в том, что было право сильного. Правильно? Испытывал человек сексуальное возбуждение, насиловал кого-то. Видел у другого кусок мяса хорошее, это немало. Не нравился кто-то – убивал. Это реальность. И так человечество жило десятки, а то и сотни тысяч лет. Что такое эволюция? Что такое цивилизация? Это огрубляя некий свод правил. Это делать нельзя. Вот так поступать. Гнусно, неприлично. Заметьте, заповеди, которые первыми получил Моисей, а потом Христос проповедовал очень близким. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не возжелай жены ближнего, не сотвори себе кумира. И так далее. Почему все время «не-не-не»? Потому что человек все время делал «да-да-да». Вся история культуры, религии, цивилизации, когда мы говорим, мы же не дикие люди, это есть вот такое оккультуривание человека. с возникновением понятий совесть, воспитание, честь. Это все придуманные как бы вещи. А вот сила убить, возбуждение, отнять, вот это наше как бы прошлое, но это прошлое было. Сотни тысяч лет. А так называемая цивилизация, сколько христианского лет? В 2016. В 2016 год, да? Да, в 2016. То есть, это вишенка натур. Это очень тонкий слой, под которым каждый из нас и леет. Поэтому, заметьте, в каждом государстве успешным, неуспешным, цивилизованным, диким, всегда есть воры, бандиты, убийцы. Другое дело, что когда в государстве их, скажем, там, полпроцента, все нормально. Когда их становится 15%, в этом государстве жить почти невозможно. Так вот, внутри мы все такие. А вот культура, правила, делает нас немножко другими. Говорят, сердце, мысли, это прекрасно все. Но у нас еще есть прямая кишка, и что находится в этой прямой кишке, мы тоже знаем. Это, в принципе, как бы нормально. Поэтому Фрейд и говорил, что если не культура, человечество истребит само себя. Что мы и видим сегодня. Агрессия, вроде бы, нигде не приветствуется. Даже в самых таких странах, там, что-то говорят, шли по улице, вы мне не нравитесь, я взял нож и зарезал у вас там. Ну, это вроде тип, невозможно. А все равно войны, что, исчезли?